что мы делаем сейчас мы сделали стропильную конструкцию горжусь своей стропильной конструкции попендривались по полной программе даже хотел оставить ее открытой чтобы дети там ползали но потом жена сказала что не стоит потом их не найдем мы утеплили набили пароизоляцию сейчас стучим сверху прибиваем обрешетку обрешетку нужно прибивать это точно шурупами крутить не надо потому что были случаи когда их вырывало ну пройдет дождь намокнет и вырывает потом положим осп потом положим тегалу нальем и обмоем вот по сути делал все так просто начали закончили но есть еще такая штука важная очень важная это то что эстетически украшает дом это подбой кровли потому что обычно к этому относятся крайне ну так если посмотреть на дома и крыши красивый дом ничего тут каким-то сайдингом там что-то наковыряли поэтому у нас тоже есть свои фенечки мы придумали свои там способы как это сделать я на своем доме это пробирую в первый раз и покажем но это будет чуть позже на сегодняшний момент мы центральную часть дома закончили утеплять мы ее накрываем перейдем ко второй части дома я думаю что недельки за две за три мы закончим и начнем отделку начнем еще более интересные вещи чем кровля но более важного чем кровля нет ничего а человека который достаточно имеет богатый опыт проживания в загородном доме самая лучшая безопасность в доме отсутствие геморроя понимаете потому что вы хотите в доме жить а не работать на самом деле я сейчас представляю заказчика который в этом доме живет и который не хочет геморроя с крышей хотя бы вот не знаю там газоны подстригать они по крышам бегать поэтому наверное тегово хотите верьте хотите нет но себе именно по этому потому что пока у меня стеговой геморроя нет так что давайте а то смотрите блин сегодня у нас такой день экзамена знаете мы тут по настроили а теперь пришел представитель тегова кстати основное то что отличает от других они приходят и меня еще за мои же деньги меня еще проверяют на им за это благодарен хочу слава давай это слава бригадир бригады который делал делал эту кровлю качестве пароизоляции мы в нашей технологии рекомендуем использовать пленки семейства люба по своей сути эти пленки содержат слой тонкой металлической фольги паропроницаемость которая близка к нулю а следовательно мы максимально минимизируем негативные последствия пара который может воздействовать и снижать долговечность стропильные системы теплового контура дома святослав смотрите вот там есть места где еще не проклеен скотч вот это надо обязательно проклеить здесь должен быть прям термос вообще чтобы не ни одна капля пара вообще не прошла внутрь утеплитель для большего эффекта все стыки пароизоляции мы рекомендуем проклеивать специальными пленками которые снижают вероятность проникновения пара паров через стыки и узлы примыкания пленки к конструктиву дома к проходным элементам и стенам без зазоры да везде все при монтаже сплошного основания которое как правило выполняется из листов по сп очень важно обратить внимание на наличие деформационного шва между листами которые необходим для того чтобы обеспечить линейное расширение материала при перепадах температур а также архи важно укладку листов производить что называется в разбежку то есть швы не должны иметь крестообразную форму а только форму т-образную ладно все святослав всего доброго видите стучат сейчас начнут эти стучат это говорит о том что крыша у меня будет и она будет хорошей